Добрый день! Среди разнообразия садовых многолетников выделяют особую группу – луковичные. Так они названы, потому что надземные части у них вырастают из луковиц. После окончания цветения выросшие листья отмирают. При высыхании листьев у нее начинается период покоя, который продолжается до следующего цветения. К луковичным относятся тюльпаны, мускари, гиацинты, королевские рябчики, гладиолусы, анемоны, нарциссы, луки и, конечно, лилии. Но лилии – это особая группа, и о ней мы поговорим в другой программе. Сегодня мы рассмотрим группу весенних луковичных. Группу, которая символизирует для нас приход весны. Группу, которая первая зацветает в нашем саду. К весенней луковичным можно отнести тюльпаны, нарциссы, мускари, гиацинты, сцилу и, конечно, крокусы. Самый главный вопрос – когда нужно высаживать растения? Отталкиваемся от того, что на укоренение луковицы нужно минимум две недели. Отсюда и следует исходить. У нас первые заморозки начинаются в первой декаде октября. Конечно, природа иногда преподносит неприятные сюрпризы. Оттепель после устойчивых морозов или резкое наступление зимы после долгой и теплой осени. Однако, если морозы наступили, а вы еще не высадили луковичные, ничего страшного. Еще успеете посадить. Обязательно будет еще несколько оттепелей, за время которых земля достаточно прогреется и луковицы успеют пустить корни. Самыми первыми высаживают мелколуковичные. Это сциллы, подснежники, мускари, крокусы. Их посадку можно начинать в начале сентября. Помните, у наших бабушек была примета – высаживаем луковичные с первым школьным звонком, а выкапываем с последним. Крупные луковицы, то есть тюльпаны, нарциссы, гиацинты, можно высаживать в конце сентября или до конца октября. Кстати, если осенью высаживают луковицы с интервалом 5-7 дней, то весной можно получить клумбу, непрерывно цветущую в месяц, а то и дольше. То же самое, если вы будете мульчировать той же самой сосновой корой. Как правило, под корой луковичные всходят и зацветают на 2 недели позже. Попробуйте. Результат вас приятно удивит. Причем можете использовать луковицы одного вида и одного сорта. Срок посадки разграничит время их цветения. Итак, приступаем к посадке. Посадка начинается с осмотра луковиц. Чтобы луковицы росли хорошо и не болели, перед посадкой нужно уделить внимание состоянию луковиц. Если на них есть небольшие повреждения, луковицы можно обработать в растворе марганцовки или замочить в любом противогрибковом средстве. Ну, допустим, в том же самом фитспарине. Далее приступаем к посадке. Важна глубина, на которую вы будете высаживать луковицы. Для мелколуковичных оптимально 8-10 см. Глубже не имеет смысла, выше тоже. Если очень высоко посадить, то в принципе при серьезных зимних морозах они могут вымерзнуть. Для крупнолуковичных оптимально 10-15 см. Мы все с вами знаем золотое правило. Сажать зеленым верх. Но как его применить к луковицам? Дело в том, что луковиц есть и вверх, и вниз. На крупных луковицах это видно. А вот на мелких не всегда можно угадать, где вверх, где вниз. В таком случае мы луковицы высаживаем на бок. В таком положении росток может пробиться к солнцу. Ну и обязательно, как и любое другое растение, поливаем после посадки. Следующий вопрос. Выкапывать или не выкапывать? Этот вопрос, на который каждый должен ответить сам. Если вы не будете выкапывать луковичные цветы после окончания цветения и оставите их зимовать, они будут цвести и на следующий год. Хотя со временем сортовые признаки будут теряться, и растения придется обновить. Многие луковичные требуют ежегодной выкапки после отмирания надземной части. Если этого не сделать, то луковицы будут умельчать, и со временем их нужно будет заменить на другие. Либо просто не зацветут. К таким требовательным красавцам относятся сортовые тюльпаны. Особенно необычные окраски или формы. Те же самые попугайные, лилейные. Также относятся фрези и гиацинты. Ботанические тюльпаны можно не выкапывать. Вырождаются они где-то на 3-4 год. Также на одном месте в течение 5-8 лет успешно растут лилии, нарциссы, крокусы, все виды декоративных луков и анимоны. Королевские рябчики и мускари. А вот подснежник или галантус лучше не трогать. На одном месте он может расти и размножаться годами. Интересно, что подснежник сам регулирует высоту посадки. Если луковицу посадили слишком глубоко, она образует новую луковицу на цветоносе, уже на нужной им глубине. При неглубокой посадке луковица мельчает, но активно образуются детки. На этом все. Помните, луковичных много не бывает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!